Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Семья Бровченко. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на YouTube-канал и присоединяется к Telegram-чату. Ссылка в описании. Хотела Таня снять очередной влог, который называется «Жизнь за кадром», но так получилось, что самолюбование и примерка вещей оказались гораздо важнее для Тани, чем жизнь всей семьи за кадром. Ну, в принципе, как и всегда, Таня во главу угла ставит себя. Поэтому, да, Таня главная, поэтому Тане был отведен целый влог. Ну, а затем, как Таня переодевалась, именно переодевание и примерки вещей был посвящен этот влог, наблюдал Боря маленький. Он сидел в этой комнате на кровати вместе с Борей-старшим и наблюдал за всеми переодеваниями мамы. Уж не знаю, насколько это нормально, но тем не менее. И, да, мы знаем о том, что Боря там был маленький, потому как Боря-старший обратил свое внимание на ребенка где-то в середине влога. Говорит, о, ты уже минут 10 сидишь спокойно, тихо, тебя, мол, не видно и не слышно. Молодец, мол, дай пять. Ну, как всегда у Бровченко, да? Дай пять, ты прям герой. Ну, что-то в этом плане. Красавчик, сказал Боря-старший, Боре-младшему. Ну, да, что-что, а уж давать пять, давать пятюню, дети Бровченко умеют, их класс умеют показывать. Ну, а что еще могут показать дети блогеры? Чему они могут быть научат? Хотя нет, вы знаете, учит Боря с Таней, Боря-маленький с Таней или Таня с Боря-маленький, учит буквы, звуки. И сейчас вот Боря-младший говорит, учит он У. Но он не сказал я учу, он сказал ичу, вот ичу. Он даже произносить не всегда может этот звук правильно, но он его уже практически выучил, говорит Таня. И О звук выучил, и звук У. Ну, что сказать? Таня педагог, конечно, великий. И логопед, и педагог. Почему логопед? Потому как с Таней они ставят звук Р. Да, не звук Р, а звук Р. Ну, Таня педагог великий и логопед, как я уже и говорила. И учатся они по губикам Зайцева. И уже у Боря очень хорошо получается складывать буквы в слоги, а слоги в слова. В общем, да, Боря готовится к школе изо всех сил. А Таня его, естественно, готовит к школе. Говорит, тебе надо уметь читать, потому как будешь заниматься в первом классе. И, конечно, надо будет читать задания. А ты читать не умеешь. Нет, надо учиться читать до первого сентября. Причем в срочном порядке. Ну, посмотрим, конечно, как это получится у Тани. Получится ли действительно у Бори научиться читать к первому сентября. И пойдет ли Боря в школу. Вот что интересно. По идее, должен, конечно. Вот Таня об этом упоминает. Но учитывая то, что, в принципе, остальные-то дети и не учатся, то вряд ли, я думаю, Боря младший пойдет в школу. Так, для проформы, возможно, Таня скажет, вот, все документы подготовила, и ребенок пошел в школу. А там идея знали. Ведь мы уже сколько времени не видим, что дети занимаются. Один раз Таня показала занятия, по-моему, Саше, английским языком с репетитором онлайн. Все, больше никаких других занятий мы не видим. Так что большой-большой вопрос. А учатся ли дети Бровченко? А сдала ли Аня ЕГЭ? А закончила ли она одиннадцать классов, так и обещала? Эти все вопросы остаются открытыми. Ну, а Таня говорит, вот мы, мол, только встали. Думаю, нормально, а Боря младший что, с вами, что ли, спал? Таня заспанная еще, даже не причесанная. И Боря младший у них на их кровати. Ну, значит, Боря то ли к ним утро пришел, то ли спал с ними. Не знаю. Все может быть, это же Бровченко. Хотя вряд ли они допустят того, чтобы ребенок спал с ними. Они вон очень быстро Максима младшего отправили в комнату к мальчикам спать. Поэтому вряд ли Боря младший спал с ними. И это и к лучшему. Потому как Таня, по ее собственному признанию, она не спит в ночных рубашках. Я так подозреваю, что и в пижамах она не спит. Так что остается два варианта. Либо она спит в том, в чем она ходит днем. Это скорее всего. Ну, или, да, вообще без ничего. А почему я думаю, что она спит в том, в чем она ходит днем? Ну, потому как мы видели пару раз, как Таня просыпается. Да, были такие кадры. Боря снимал. И мы прекрасно видели, в чем Таня спит. То есть никакой гигиены. Абсолютно. Я понимаю, когда еще этот вариант возможен, если люди на природе где-то, да, в палатках каких-то, ну и так далее. Хотя тоже не совсем это нормально, конечно. Но все бывает. Но дома спать в том, в чем ты ходишь, это за гранью. И вот Таня говорит, лежали до сих пор в кровати. И хоть раз в жизни можно полежать до 11 часов. Раз в жизни. Верим, Таня. Верим, охотно верим, что, конечно, только раз в жизни вы до 11 часов валяетесь в кровати. Ну да, ну да. Главное – красиво поклониться. И вот влог снимается субботним днем. Таня говорит, а в пятницу, мол, была в магазине, который называется Мегахенд. Но Таня как-то вот весь влог неправильно произносила название этого магазина. Мегахенд как-то вот так вот говорила. Почему она не может нормально сказать, не понимаю. Ведь, в принципе, она может все звуки нормально произносить. И уж тем более она работает логопедом. Вот звуки ставит Боре-младшему. Почему же она говорит тогда неправильно? Почему она звуки неправильные произносит? Неужели она звук Г не может сказать? Ну ни за что не поверю. Ведь она преподаватель семейного образования. А что будет, если она не найдет репетиторов? А что будет, если она найдет репетиторов, но слишком дорогими будут занятия? Ну все же может быть. А дети у нее на семейном образовании. А это ответственность. Странно, что Таня не задумывается об этом. Или она считает, что ей всегда будет потратить денег на репетиторов. Отдала бы детей в нормальную школу и не мучилась бы. Нет же, у нее дети на семейном образовании. Надо всем показать, какой она великий педагог. Ну или, выражаясь языком Тани, педагог. Ну и вот Таня купила в этом магазине платье серое. Конечно, оно в облипочку. И Таня считает, что это самое то. И это платье еще не так сильно облегает, как то предыдущее, которое она мерила. То, которое она предыдущим мерила, это вообще было такое платье, которое показало всю рельефность Тани. Да, рельефность Тани. Таня у нас рельефная. А почему так произошло? Потому как белье было видно. Думаю, ну нормально, Тань, какие проблемы? Тебе не привыкать. Нет белья, нет проблем. Какие проблемы? Не надевай белье, но надевай платье, и будет всем счастье. И никакой излишней так называемой рельефности не будет видно. Ну а вот это вот серое платье, в котором сейчас Таня перед нами, оно слишком обтягивает, конечно. И это не тот вариант, который нужен Тане. Ей что-то надо посвободнее, конечно. И Таня, видимо, это понимает. Но хотя она, говорит, влюбилась в это платье, понятное дело, то она в посуду влюбляется, то в обувь влюбляется. Теперь вот она в платье влюбилась. И я так понимаю, что она его будет носить, правда, не понимаю, куда. Ведь, в принципе-то, они никуда не выходят. Друзей у них нет, мы об этом говорили в телеграм-чате. Подруги Танины все куда-то разбежались. И правильно написали в телеграм-чате. Подруги разбежались, потому как после всяких посещений саун и бань у них какой-то стол организовывается. И там надо или принести что-то более-менее такое вот нормальное, да, не печенье и сок, а что-то посерьезнее. Какие-нибудь бутерброды хотя бы, какой-то кусочек мяса, ну и так далее. И если этого не принести, то хотя бы заплатить за то, что другие принесли, да, как-то вот свою лепту внести. А Таня этого не делает, поэтому все подруги у нее самоликвидировались, перестали с Таней общаться, прекратили с ней всякое общение. И куда вот Таня будет ходить в этом платье, я не знаю. Вот даже в кафе с подругой она не пойдет по той простой причине, что подруг у нее нет. Но я так понимаю, что Таня все-таки не теряет надежды приобрести новых подруг. И поэтому она каждый месяц ездит в этот самый магазин Мегахенд с тем, чтобы купить себе какие-то вещи. И вот вы знаете, правильно написали в телеграм-чате. Ведь Тане говорили о том, в комментариях говорили, в телеграм-чате говорили, и я говорила в своих обзорах. Везде все говорили о том, что Тане надо в первую очередь обратить внимание на то, как одеты ее дети. Во что они одеты, как они одеты, по размеру ли вещи, новые это вещи, старые это вещи, как дети выглядят в целом в этих самых вещах, какая обувь, ну и так далее. В общем, все абсолютно надо учитывать. Но Таня решила, что дети у нее одеты отлично, что они будут донашивать за другом какие-то маечки, футболочки, какую-то обувь. А вот Тане непременно нужно что-то новое. И вот Таня себе сейчас как раз подбирает всякие разные образы. Правда, опять же, непонятно, куда это Тане все будет носить. Говорит Тане, что у нее одна юбка всего осталась в гардеробе, одни джинсы, одно платье и то праздничное, в котором Тане будет выступать на сцене, но это будет крайне редко происходить один раз в пять лет, а может быть даже и в десять лет. И есть еще одно какое-то розовое платье, которое Таню полнит. Думаю, нормально, а вот эта серая, ну вообще ее не полнит, она ее просто облегает. Так что все ее складочки, вот они все видны, и животики. Ну, в общем, да, это, конечно, не платье, а что-то такое непонятное. В принципе, одежда должна подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. А у Тани прям вот все с точностью до наоборот. И Таня примеряет это платье вместе с белыми кроссовками. Говорит, что, мол, с белыми кроссовками смотрится все отлично. Правда, забегая вперед, могу сказать, что даже белые кроссовки не спасли ситуацию, когда Таня примерила темно-зеленую тунику. Говорит, даже кроссовки не спасают волшебные кроссовки, и те оказались бессильны. Зеленая туника победила даже белые кроссовки. И вот Таня вознамерилась ходить в этот магазин до тех пор, пока она себе низ не разнообразит. Да, так Таня сказала, пока я себе низ не разноображу, я, мол, не перестану ходить в этот магазин. И вот она закупилась на 1300 рублей. И этому она очень рада. Говорит, это небольшие деньги. Мол, если пойти в любой другой магазин, то около полутора тысяч можно отдать только за одно платье. А тут прям вот целых семь вещей Таня купила и счастлива, да. Хотела бы я видеть, как были бы счастливы дети, если бы Таня взяла с собой детей и каждого бы одела хотя бы на 1300. На эту самую сумму, которую она потратила на себя. Дети были бы просто счастливы. Но нет, Таня любит только себя и думает только о себе. Говорит Таня, что купила шорты джинсовые, ну, как сказать, это бриджи, конечно. И вот если сейчас Таня показывает там бриджи и называет их шортами, то чуть позже Таня вообще покажет длину шорт, которая заканчивается у щиколоток. Это вообще нормально? Это уже брюки, а не шорты, даже не бриджи. Но для Тани, по-моему, всё одно, что шорты, что бриджи, что брюки. Ну, или штаны, как мило Таня называет брюки. И вот в целях разнообразия низа Тани, она приобрела себе чёрную юбку и красную юбку, а ещё и белую юбку. И ещё и белую юбку-шорты. Ну, насколько я знаю, юбка-шорты – это очень широкие шорты, которые действительно напоминают при ношении юбку. Но здесь немного иная ситуация. Здесь шортики и поверх этих шортиков юбочка. Таня говорит, можно было даже на велосипеде ездить. И она как-то так встала в раскоряку, когда примеряла эту самую юбку-шорты. А я думаю, боже, там же ребёнок. Он вообще видит, что мама делает? Или хотя бы попросили его отвернуться? Ну, очень некрасиво. Как-то так Таня встала в раскоряку, как-то присела. Стала как-то вот думать, удобно ли ей в этих самых шортах или в этой самой юбке. Если Боря всё это видел, Боря маленький, то я очень надеюсь, что он не получил психологическую травму. Ну, нельзя переодеваться при взрослом уже сыне. Ну, просто нельзя. И уж тем более остановиться вот в такие вот странные позы. Да? Проверять, как там тянутся шорты, не тянутся. В общем, да, даже скриншот я сделала. Кому интересно, можете посмотреть в телеграм-чате. Скриншот вот этой самой Танины раскоряки. Как выяснилось, Таня туфли не то что не любит. Нет, она их ненавидит. Вот, представляете, что туфли сделали Таня. И вот Таня предпочитает всё-таки кроссовки. И я так понимаю, что она будет себе и дальше покупать ещё кроссовки. А детям, ну, она вряд ли что-то купит. Опять же, да, никакой обуви она им не купит. Очень интересная Таня мама. Думает только о себе. Не просто мама, а многодетная мама. И вот она выработала тактику себе. Говорит, я беру всё, что никогда не носила. Ну, вообще-то слегка поздновато, будем так говорить. Применять какую-то новую тактику и экспериментировать в одежде или в чём-либо ещё. Почему? Потому как, ну, обычно этим очень любят увлекаться подростки. Вот они ищут себя, они волосы перекрашивают по 10 раз в месяц. То зелёные волосы, то синие, то красные, то ещё какие-нибудь. То они носят один стиль одежды, то другой. В общем, они ищут себя подобным образом, да. То как-то стригутся очень коротко, потом ждут, пока волосы отрастут, и что-то там другое придумают с головой. А Таня только к 40 годам стала этим всем увлекаться. Я же говорю, поздновато как-то вот. Уже в пору её детям это всё делать. Но, видите, как. Но Таня как будто бы это всё знает, что уже поздно ей. Как-то вот экспериментировать с одеждой и прической. Она решила молодиться. Да, она решила носить молодёжную одежду. Но я думаю, что вот если она будет носить молодёжную одежду, то вряд ли Таня сразу станет тонкой и звонкой. И, естественно, молодой. Молодёжная одежда не спасёт. Точно так же, как не спасли эту самую зелёную тунику, эти самые белые кроссовки. И вот Таня разглядывает очередную какую-то вещь. И говорит, я не знаю, кто производитель. Боря Старшая подсказывает. Посмотрю, Лейбу. Лейбу. Это говорит человек, который прошёл курс английского языка. Таня говорит, а где тут Лейба? Ну, Таня тоже, кстати говоря, пришла к курсу английского языка. Но это ни о чём не говорит абсолютно. Они пришли эти курсы, ну, ради того, чтобы пройти. Вот и всё. Ради того, чтобы деньги выбросить, время как-то вот убить. И иметь какую-то корочку, да. Или потом хвастаться. О, я когда-то там прошёл курс английского языка. Я теперь якобы умный. Так вот, эту самую Лейбу Таня кое-как отскала и говорит, а здесь написано Бангладеш. И спрашивает Борю Старшего, Бангладеш, а что это такое? Думаю, да. И это говорит педагог семейного образования. Опять же, если они не найдут репетитора по географии, к примеру, ну, всё же может быть, то придётся Тане самостоятельно обучать детей географии. А если Таня не знает, что такое Бангладеш, то, я думаю, Тане самой сначала надо будет изучить эту самую географию. Как она к своим годам не знает, что такое Бангладеш, что это за государство и какая там столица. Хотя бы элементарные какие-то знания Таня должна иметь из школьного курса географии. Ну, хоть что-то должно в голове отложиться было. Но, я так понимаю, Таня школу особо-то и не оканчивала, да. Таня, нет, она её окончила, но какая-то вечерняя у неё была школа, где так учились, то не учились. Это мы не проходили, это нам не задавали. Ну, а сейчас этот человек, который сам, в принципе, не учился в школе, я уже не говорю о каком-нибудь вузе или техникуме, этот человек, он решил своих детей обучать на семейном образовании. Как эта светлая мысль могла, в принципе, прийти Тане в голову. Таня же сама из себя ничего ровным счётом не представляет. Она сама не знает очень многого. Ей самой ещё надо учиться, учиться и учиться. Но Таня не учится, нет. Она уже учит. Мы все прекрасно видим, как она ставит звук «Р» вместо звука «Р» Боре-младшему. Да, Таня до сих пор не знает разницу между звуком и буквой, ну и так далее. Но, кстати говоря, и Боре тоже надо было бы повторить курс географии. Почему? Потому как Боря уверен, что Бангладеш – это Малайзия. Именно об этом он и сообщил Тане. Но хотелось бы заметить, что, в принципе, между Малайзией и Бангладеш расстояние около трёх тысяч километров. А само государство ограничит с Индией и Мьянмой, но никак не с Малайзией. Но в честь Бори надо сказать, что он был более-менее прав. Почему? Потому как Таня-то вообще не представляла, что такое Бангладеш и где находится это самое государство. А Боре, да, приблизительно, ну, ошибся на три тысячи километров, но с кем не бывает. Таня, например, да, вообще не знала, что это и где это. Но это было так, лирическое отступление. Возможно, Таня послушает обзор и примет к сведению хоть какую-то информацию. И когда она стала примерять джинсы с туникой, вот этой самой зелёной, которую даже белые кроссовки не спасли, Таня говорит, вот я как придворочная. Как придворочная? Это как? Такое слово интересное Таня придумала. Я так думаю, что Таня хотела сказать, я как придурочная. Придурочная есть слово, а придворочная нет. Какой-то двор там у Тани. Ну вот, а хочется заметить, что, в принципе, кошка ещё на месте. Кошка есть, кошка тут же на кровати вместе с Борей старшим, Борей младшим. По вещам ходит. В общем, всё лучше в традициях Тани. Какая-то туника оказалась на кошке. Таня, видимо, когда примеряла спящую кошку, забросала этими вещами. Кошка проснулась и пошла по этой самой кровати. И потащила за собой эту самую тунику или там футболку, что она там потащила. А Таня что? Таня веселится. Говорит, ой, Мурка надела мои вещи. Ой, как весело. Ну, что-то вроде того. Конечно, да, этот влог был такой же, как и все остальные влоги Бровченко. Ничем не лучше. Трэш продолжается. Хотя, казалось бы, всего лишь примерка одежды. Какой трэш может быть? А оказывается, у Бровченко, возможно, всё. Вот таким получился у меня обзор влога канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok